Всем доброго дня, это Гелиосар и история конца 19-го, начала 21-го веков. Просто на пальцах. Параграф 33. Духовная жизнь в СССР в 40-х-60-х годах. Почему КПСС и советское государство уделяли большое внимание контролю за духовной жизнью общества? И каким образом осуществлялся этот контроль? Буквально уже во времена НЭПа было создано специальное подразделение, которое в советском государстве и отвечало за то, что государство желает видеть и слышать от деятелей культуры. Причем от всех деятелей культуры. И таким образом и осуществлялся контроль. Если кто-то не подчинялся этому контролю, то его работы попросту не печатались, не издавались. И все, на этом заканчивались возможности этих самых деятелей культуры. А почему, собственно говоря, очень просто. Еще в царской России культура, особенно в конце 19 века, постоянно... Это была, так сказать, культура критического реализма. Это была культура, которая постоянно подчеркивала бесконечные проблемы российской империи. В российской империи были только проблемы и не было ничего хорошего. Вот русская культура конца 19 века, она показывала, что в российской империи есть только плохое и абсолютно ничего хорошего. Это, конечно, вызывало крайне неприятные ощущения от этой самой культуры, но европейцы такое обожают. Ну ладно, оставим. Поэтому, собственно говоря, советской власти было крайне важно, чтобы деятели культуры очень четко работали на, так сказать, хвалу советского государства. Но деятели культуры, они имели право, конечно, поднимать проблемы, но это были строго определенные проблемы. И эти проблемы не должны были никогда выходить на уровень государства. То есть можно было поднять какую-то проблему на уровне района, городского района, сельского района, ну, может быть, на уровне какого-то небольшого города. Уже на уровне области проблем никаких не было. Партия на уровне области была абсолютно чистая, правильная, и все делалось совершенно верно. Все. То есть вот такой вот был, собственно говоря, уровень, на котором можно было какие-то проблемы поднимать. И, в принципе, деятели культуры, которые получали зарплату исключительно от государства, они работали в этом отношении. Патриотический подъем военных лет способствовал формированию в обществе настроения и ожидания перемен. Атмосфера послевоенной эпохи, казалось, должна была соответствовать величию духа народа-победителя, но этого не случилось. Приходилось мобилизовывать все силы на восстановление разрушенной экономики. При этом все это происходило в рамках ужесточения партийного контроля за сферой культуры. Компания велась под руководством Жданова, который возглавил идеологическую работу партии. В 1946 году было принято постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград», которая направлялась против инакомыслия в среде творческой интеллигенции. Все было просто. В 1946 году, буквально, можно сказать, началась холодная война, и любые, какие бы то ни было, хотя бы просто рассматривание каких-то дел, того, что происходило на Западе, не в критическом ключе, уже было запрещено. Вот что, собственно говоря, происходило. Поэтому бы последовала партийная критика репертуара, ряд драматических театров, некоторых режиссеров обвинили в национализме или искаженном отражении советской действительности, критиковали сатирический журнал «Крокодил». Отношение властей было одобрительно только к тем писателям, в произведениях которых воссоздавались яркие страницы истории, связанные с подвигом народа в годы Великой Отечественной войны, гражданской войны, трудовым совершением в годы первых пятилеток. Большой популярностью пользовались произведения Шолохова, Пришвина, Казакевича, Федина, Толстого, Алексея Толстого, а не Льва Толстого. Толстых писателей было два. Алексей Толстой – это в Советском Союзе. Ну и, собственно, Константин Паустовский. Борьба с чуждыми идейными влияниями распространилась даже на сферу науки. Сталин лично вмешивался в дискуссии ученых по вопросам языкознания и экономики. Тут можно было понять так, что, во-первых, гуманитарные науки подверглись очень жесточайшему контролю и цензуре. Вся история, например, была подвергнута цензуре и рассматривалась с точки зрения, что советская власть – это самое лучшее, что только может быть на свете, и партия – это самое лучшее, что было в России. И никак иначе. Собственно говоря, то же самое было с экономикой. В экономике можно было только хвалить плановую систему и ругать капитализм. Все, никак иначе. Даже если все цифры и реальность были обратными – ругать капитализм, хвалить плановое хозяйство. Все, никак иначе. Это в итоге привело даже к тому, что началась буквально кампания по гонениям на некоторых ученых, которых отправляли даже в лагеря. Вроде, например, ученого Вавилова. Некоторые виды науки, вроде кибернетики или генетики, были подвергнуты полнейшему разгрому. Но, несмотря на многочисленные доносы на неправильные взгляды некоторых ведущих советских ученых, гонения не затронули тех из них, кто был задействован в атомном проекте или разработке межконтинентальных бомбардировщиков и баллистических ракет, носителя ядерного оружия. Таких ученых, конечно, уже никто не трогал. В 1949 году СССР стал обладателем ядерного оружия. У истоков этого важнейшего достижения стоял крупнейший советский ученый Академик Курчатов. В 1953 году сотрудники возглавляемого им Института атомной энергии, а впереди в США, создали водородную бомбу. Она была намного более мощной, чем атомная. А в 1954 году в Советском Союзе вошла в строй первая в мире атомная электространция в Обнинске. Стремление увековечить победу в Великой Отечественной войне воплотилось в монументальной скульптуре. Большую известность приобрел памятник воину-освободителю работы скульптора Вучетича, установленной в Берлине. В Москве было возбернуто семь монументальных высотных зданий, в их числе МГУ на Воробьевых горах и здания МИДа на Смоленской площади. Также можно добавить, например, гостиницу «Украина». Был приостановлен процесс сноса и закрытия церквей. С учетом того влияния, которое русская православная церковь имела на большую часть населения в годы Второй мировой войны, отношение властей стало менее жестким. В 1948 году было торжественно отмечено 500-летие независимости русской православной церкви от византийского патриархата. Период борьбы за власть между преемниками Сталина, начавшийся с разоблачения культа личности, первой реабилитации, затронувшей тех деятелей искусства и науки, которые стали жертвами репрессий, вызвали бурный отклик у творческой интеллигенции. В 1954 году была опубликована повесть Эренбурга «Оттепель». Ее название стало символом наступившей эпохи. В 1955 год начал выходить журнал «Иностранная литература», открывший советским людям реальности жизни в других странах. С разоблачением преступлений сталинизма в отечественной литературе появились произведения, авторы которых писали о закрытых до сих пор для общества проблемах. С одобрения Хрущева публиковались работы, связанные с трагедией людей, ставших жертвами сталинских репрессий. Так, Солженицу, бывшему офицеру Красной Армии, и вообще-то большому лжецу, который все-таки прошел лагеря, удалось опубликовать повесть «Один день» Ивана Денисовича, которая произвела сильное впечатление на советское общество. Ну, в работах Солженицына хватает различной лжи. Далеко не все, что написано в его работах, это правда. Огромную роль в осмыслении пройденного «Страной пути» трагедии сталинизма сыграл журнал «Новый мир», в годы, когда его главным редактором был Твардовский. Многие ранее принятые запреты на изданиях художественных произведений, в том числе зарубежных авторов, были отменены на исполнение музыкальных произведений, которые также пришли с Запада. Общественности открылся доступ к творениям выдающихся композиторов – Шостаковича, Прокофьева. В печати стали появляться стихи Ахматова, Есенина, Цветаевой. В 1956 году в Москве открылся театр «Современник», под руководством актера и режиссера Ефремова. В 1957 в Москве состоялся шестой всемирный фестиваль молодежи и студентов. Впервые в страну, достаточно закрытую для свободного въезда и выезда граждан, приехали тысячи молодых посланцев разных стран. В том же году в Москве открылась персональная выставка работы испанского художника Пабло Пикассо. Упрочив свою власть благодаря оттепели и поддержке интеллигенции, Хрущев взял курс на ужесточение партийного контроля над состоянием духовной жизни страны. В практику вошли регулярные встречи первых лиц партии государства с писателями и художниками, на которых Хрущев лично указывал, что нужно рисовать, писать, а что, собственно говоря, не нужно. Некоторых авторов, которые, так сказать, не поддерживали политику партии, подвергали достаточно жесткой критике. Возобновились гонения на православную церковь. Уверенный, что нынешнее новое поколение советских людей будет жить при коммунизме, Хрущев считал, что любая религия – это совершенно ненужный, так сказать, остаток прошлого. С 1959 по 1964 годы было закрыто большинство монастырей. Из восьми духовных семинарий закрыли пять. Тех граждан, кто посещал храм, могли уволить с работы или исключительно из учебных заведений. Не из школы, конечно, но из высшего, то есть из вуза, из университета, института легко. Перед творческой интеллигенцией, особенно после принятия 22-м съездом партии в 61-м году новой программы КПСС, власти выдвинули задачу воспитания нового человека. Определенную поддержку в этой связи получил относительно новый для советского общества жанр научной фантастики. Миллионы людей зачитывались такими произведениями, как «Туманность Андромеды», «Лезвие бритвы Ефремова», «Внуки Марса Казанцева». С другой стороны, резкое неприятие руководителей КПСС вызвали молодые художники, которые работали в стиле, который, можно сказать, как... Ну, они обращались к стилю абстракционизма. Была известна такая выставка в Москве, Московского отделения Союза художников в 62-м году, где выставлялись как раз-таки вот эти молодые художники-абстракционисты. Хрущев лично посещал эту выставку и лично разгромил, разорвав практически все картины. Скандал тогда получился достаточно громким, и многим художникам пришлось уйти буквально в подполье. Официально они работали какими-нибудь кочегарами или уборщиками, но по вечерам, по ночам рисовали свои картины, которые негласно расходились по рукам, собственно говоря, позволяя художникам хоть как-то творить и что-то делать. Высококвалифицированными специалистами в области науки и техники, особенно занятым в военных проектах, предоставлялась значительная свобода творчества. Это обеспечило успехи советской науки, получившие мировое признание. В 56-64-х годах лауреатами Нобелевской премии стали известные ученые Семенов, Черенков, Франк, Там, Ландао, Басов, Прохоров. Впечатляющими были достижения в закрытых научно-исследовательских институтах и лабораториях, связанных с оборонными заказами. Эта сфера оставалась приоритетной с точки зрения вложения материальных и интеллектуальных ресурсов. В 57-м году был образован крупнейший научный центр в Новосибирске, знаменитый Новосибирский академгородок. Буквально что-то вроде такого настоящего городка на несколько тысяч человек, где были сосредоточены самые передовые научные лаборатории, технологии и все прочее. Возникли дополнительно десятки закрытых научных городков, работавших на военные цели. Их деятельность обеспечила в 70-е годы достижение Советским Союзом равенства военной мощи с США. Проектировались атомные силовые установки для оснащения судов нового поколения. Благодаря атомным реакторам корабли могли целыми месяцами находиться в море. Это было крайне востребовано не только для подводных лодок, но и для атомных ледоколов, которых на севере особых портов для дозаправки просто не было. Одновременно в 59-м году был спущен на воду атомный ледокол «Ленин». Первый в мире атомный ледокол. Одновременно развернулось строительство советских атомных подводных лодок. За 30 лет построили более 200 атомных подводных лодок. А ведь это очень сложно и дорого. Уже в 66-м году одна из атомных подводных лодок осуществила переход под водой вокруг всего земного шара. Небывавое достижение. В конце 60-х годов началось проектирование самых крупных в мире атомных тяжелых крейсеров. По уровню оснащения вооружением эти корабли и в 21 веке не имеют себе равных в мире. Последний в этой серии крейсер «Петр Великий» является в 21 веке флагманом Северного флота Российской Федерации. Значительные средства выделялись на разработку обычных видов вооружения. В конструкторских бюро Микояна и Гуреевича, а также Сухого, появилось несколько поколений новейших истребителей, которые признавались лучшими в мире. КБ «Миля» создало вертолеты, которые и в 21 веке являются лучшими в мире. В феврале 56-го состоялся первый испытательный пуск, созданный в конструкторском бюро Королева, стратегической ракеты с ядерной боеголовкой. В мае 57-го начались испытания первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты. Работы велись и в КБ «Челамине», где создали наиболее массовые типы легких межконтинентальных ракет с ядерными боеголовками. А все вот эти межконтинентальные ракеты оказали большое влияние на всю космическую программу. После войны началось восстановление разрушенных спортивных сооружений. Уже в 47-м году Конгресс США единогласно утвердил решение о приеме секции футбола СССР в члены ФИФА. Огромный интерес вызывали в соревнованиях футбольных команд. Тысячи болельщиков собирались на эти соревнования. В 51-м году был создан Олимпийский комитет СССР, быстро признанный международным олимпийским движением. Дебют советской команды состоялся на 15-й Олимпиаде в Хельсинке в 52-м году, где 29 советских спортсменов стали олимпийскими чемпионами. В 54-м году сборная СССР впервые выиграла чемпионат мира по хоккею. В 56-м героем Олимпиады в Мельбурне стал Куц, одержавший победу в беге на 5 и 10 тысяч метров. Следующие Олимпийские игры, проходившие в Риме в 1960-м году, был настоящий триумф советского спорта. Чемпионами Олимпиады стали многие советские спортсмены. Высокие спортивные результаты способствовали небывалому росту популярности зрелищных спортивных мероприятий, особенно соревнований по хоккею, волейболу, баскетболу, футболу и фигурному катанию. По всей стране работали детско-юношеские спортивные школы, спортивные секции при домах пионеров. Стремительно расходчиво желающих заниматься в спортивных секциях. Что такое оттепель в области духовной жизни? Оттепель это фактически время, когда правил Хрущев, когда были отменены очень многие запреты на различную публикацию, на различные духовные и культурные вопросы. Какие культурные явления могли, на ваш взгляд, появиться только в условиях оттепеля? Ну, собственно говоря, это книги и те произведения, которые были посвящены сталинским репрессиям и тем, кто прошел эти самые сталинские лагеря. Вот такое могло появиться только в условиях оттепеля. Также публикация целого ряда, например, иностранных писателей тоже могла появиться только в условиях оттепеля. В чем проявилось существование двух пластов культуры? Официальный и неофициальный. Дело в том, что официальная культура, официальная пропаганда власти, она признавала только то, что, по сути дела, хвалила, ну или как минимум не ругала партию и ее политику. Неофициальная культура, она появлялась, так сказать, в виде сам издата. Когда, например, книги, стихи просто перепечатывались на печатных машинках, да, это было тяжело, долго, но это делалось. Перепечатывались на печатных машинках и она, так сказать, распространялась по рукам. Таким образом, люди могли прочесть многие работы, которые официально не опубликовались ни при каких обстоятельствах. О каких чертах развития советского общества свидетельствует формирование неофициального искусства? Это свидетельствует о том, что официальная культура не могла удовлетворить спрос, так сказать, желания советских людей в полном объеме всей культуры, что могли предложить, так сказать, советское общество. С творчеством каких деятелей искусства, названных в параграфе, вы знакомы? Да я бы не сказал, что с какими-то. Просто я лично не с какими. Выскажите свое мнение об их произведениях. Могу бы сказать только о Солженицыне, что в целом, конечно, да, человека обидели и он мог писать свои романы, но все-таки в своих книгах он слишком много приврал. Причем приврал в сторону ухудшения, в сторону, так сказать, покрывания грязью всего советского общества. Проанализируйте перемены политики советской власти по отношению к религии, церкви. В чем состояли эти изменения? Дело в том, что Хрущев, в отличие от Сталина, считал, что религия это нечто совершенно ненужное. И при нем, собственно говоря, был второй этап жесточайших гонений на церковь, на русскую православную церковь и на религии вообще. При нем именно это произошло. После уже при Брежневе в целом власти с церковью особо не контактировали, но и жить друг другу уже не мешали. В чем состояли изменения? Почему они происходили? Состояли эти изменения в том, что были гонения на церковь, закрывались церкви, закрывались монастыри. И в чем причина? Причина в том, что Хрущев провозгласил строительство, так сказать, начало строительства коммунизма нового человека, нового общества, в котором религии места не было. Сравните методы контроля за духовной жизнью, осуществлявшиеся в периоды деятельности Сталина и Хрущева. Сталин имел гораздо более продуманный подход к деятелям культуры. Гораздо более продуманный. Сталин четко проводил политику и, в отличие от Хрущева, не позволял себе различных метаний и каких-то личных указаний, кому что делать. Так что у Сталина политика была, конечно, да, очень жесткой, но более продуманной, чем у Хрущева. Расскажите об основных направлениях развития советской науки в 40-х и 60-х годах. Вся советская наука в 40-х и 60-х годах развивалась невероятно стремительно. Но наибольшие ресурсы шли, собственно говоря, в атомный проект, в ракетный проект. Причем к ракетному проекту относились, в том числе, например, и обычные ракеты, в том числе и зенитные ракеты для того, чтобы самолеты поражать. То есть это было в авиацию военную, конечно же, шли достаточно внушительные ресурсы. Ну и, в общем, в фундаментальную науку, вроде физики, химии, также вкладывались огромные средства. Что вы знаете о достижениях советского спорта в 40-х и 60-х годах? По сути, достижения советского спорта на международной арене, то есть они начались с момента прихода Хрущева, когда с приходом Хрущева СССР вошел в международные организации, спортивные FIFA, Международный Олимпийский комитет и тому подобное. И с этого момента СССР начал участвовать в Олимпийских играх, начал участвовать в международных соревнованиях, и советские спортсмены демонстрировали великолепнейшие результаты, что сильно поднимало международный престиж Советского Союза. Продолжение следует...